Дальнемагистральные самолеты Ил-62 И поэтому пассажиры со всего Дальнего Востока собирались здесь, чтобы отправиться затем в западные и южные города СССР. Сейчас этого нет. Теперь все летят в Москву напрямую. Более того, некоторые дальневосточные аэропорты, несмотря на свое географическое положение конечной станции, пытаются перетянуть на себя поток и транзитных пассажиров. Итак, многие географические положения не изменишь, поэтому пассажиропоток Хабаровского аэропорта за предыдущие пять лет вырос в два раза. С 1,5 млн до 2,1 млн пассажиров в год. Конечно, темпы роста снизятся, но к 2020 году планируется подойти к рубежу в 3 млн. Рост пассажиропотока, как и любой рост спроса, может стать проблемой для аэропорта и для города тоже, а может стать точкой экономического роста для всего Хабаровского края. Все зависит от того, как подготовиться к растущему спросу. Вопрос сразу ко всем, кто захочет, тот будет первый отвечать на него. Как сегодня было бы наилучшим образом подготовиться к растущему спросу на авиаперевозки, которые будут проходить через Хабаровск? Это уже понятно, это определено, а тем более подкреплено будущими программами роста в целом экономики Дальнего Востока. Пожалуйста, кто готов первым? Ну, наверное, начну я. Вы сказали, как подготовиться. Нужно планировать будущее свое. Поэтому я здесь, как представитель Хабаровского аэропорта, могу подтвердить ваши слова, что действительно Хабаровск был и остается крупнейшим аэропортом России. Он входит в десятки крупнейших аэропортов на настоящий момент. Он является самым крупным аэропортом Дальнего Востока, остается лидирующим. Для того, чтобы грамотно спланировать развитие инфраструктуры и чтобы эта инфраструктура обеспечивала на современном уровне должный сервис, качество обслуживания пассажиров, нужно ее правильно спланировать. Для этого мы в 2009 году провели международный тендер. И для разработки генерального плана развития аэропорта с 30-го года, так называемого мастер-плана, по итогам конкурса пригласили корпорацию Венчон. Это известная южнокорейская государственная корпорация, которая развивает одноименный аэропорт Венчоне под Сеулом. Нам нужен был, с одной стороны, опыт региональный, потому что мы все-таки живем в этом регионе, нам нужны были специалисты, реконсультанты, которые хорошо знают регион. Во-вторых, с точки зрения качества, Венчон – это известный бренд, не только в Юго-Восточной Азии, но и в мире. В последние 7 лет он признается одним из лучших в мире по качеству обслуживания пассажиров, у него хорошая инфраструктура, поэтому это второй критерий. И третий критерий, которым мы остановили свой выбор на Венчоне – это мы искали не просто консультанта, который нам нарисует красивые картинки, нам их передаст, уйдет и на этом все закончится. А мы искали партнера стратегического, который потом вместе с нами готов был бы эти планы реализовывать. Они для нас подготовили генеральный план развития аэропорта до 30-го года, который предусматривает развитие всей инфраструктуры. Инфраструктуры развития обслуживания пассажиров, инфраструктуры развития грузов, другие зоны, примыкающие к аэропорту до 30-го года. Исходя из местоположения аэропорта Хабаровск, практически вы знаете, что он находится у нас в центре города, 9 километров на бережной реке Амур, объездная дорога, то есть практически черта города, предложена концепция Air City. А вот если, как все остальные аэропорты Дальнего Востока, этот наш аэропортовый комплекс тоже был бы, допустим, не в частной собственности, а в государственной, было бы интересно, в принципе, вот эта вот концепция Air City и насколько она была бы востребована и возможна к реализации? В моем понимании, сама концепция Air City, она, так сказать, интересна и востребована современным временем безотносительно структуры собственности. Вы знаете, наш проект, он развивается в рамках экстрасно-частного партнерства. Аэродромный комплекс, который взлетно-посадочные полосы и перрон, это государственное имущество, которое не подлежит приватизации, и оно передано аэропорту Хабаровск в долгосрочную аренду до 49 лет. И в рамках именно федерального имущества предусмотрена реконструкция этого имущества. Да, кстати, то есть, что, будет ли какая-то реконструкция непосредственно ВПП и перронов? Есть федеральная целевая программа развития транспорта России до 2020 года, и в рамках этой федеральной целевой программы есть деньги, 9,2 миллиарда рублей, которые предусмотрены как раз на реконструкцию именно аэродромной части аэропорта Хабаровска. Это часть федерального центра непосредственно вложения денег и подготовки инфраструктуры. То, о чём говорят наши руководители, когда на вложенные деньги от государства должно идти какое-то количество соотношений, но разное называют. Частного инвестора. Да, частного инвестора. Евгений Анатольевич, вот данная концепция, естественно, она предполагает кредитование, предполагает использование кредитных ресурсов. Понятно, для того, чтобы кредитование осуществлялось, необходимо просчитывать все риски. Вот насколько Вы видите, или, скажем, насколько банковское сообщество, насколько кредитная организация видит успешность этого проекта? Мы сделали сейчас для Хабаровского аэропорта несколько возможностей привлечения финансирования. И здесь это и простое банковское кредитование. У нас открыты кредитные линии, которые используются для текущей модернизации, текущей деятельности аэропорта. Покупаются аэродромные оборудования, машины предоставляются в лизинг. То есть вот такая обычная деятельность. Но для меня важно, чтобы понимать, что этот проект всегда найдет деньги. Для частного инвестора, для такого, как и аэропорт, и ничего, безусловно, это еще возможность развить свой бизнес. Могу сказать, что участие нашего банка, определенные гарантии для корейской стороны, подвигли достаточно серьезно подойти к этому проекту иностранную сторону. Сейчас мы проводим большую работу в прошлом году, уже в этом году, по привлечению японских инвесторов. Они говорят, что для нас это интересно, покажите, как можно сделать. И мы здесь, как финансовые консультанты вместе с джебиком, можем показать ту платформу, на основании которой инвестиции могут прийти в Хабар. То есть вы выступаете неким финансовым интегратором в этом проекте уже? Безусловно. А вот все-таки, значит, я понимаю, есть аэропортовый комплекс, да, пассажиропоток будет расти. Соответственно, аэропортовый комплекс, сам непосредственно вот аэропорт, который обслуживает пассажиров, участвует в обслуживании пассажиров, будет получать доходы от пассажиропотока. А все остальное, то есть все остальное, это конкуренция другого плана. Значит, если это торговый комплекс, то он будет конкурировать с другими торговыми комплексами в этом же Хабаровске. А если это гостиница, то она тоже будет конкурировать с другими. То есть там другая конкуренция, и насколько вот этот бизнес-успех будет обеспечен им. Ведь здесь же фактически владелец-то будет один, да, это понимание? Нет, владелец здесь могут быть разные. Давайте я расскажу немножко про концепцию аэропорт-сити. В рамках того мастер-плана, который разработан, у нас выделена коммерческая зона, на которой будет развиваться концепция аэропорт-сити. Что туда входит? Туда входит несколько концепций. Это строительство гостиничного и делового центра, строительство выставочного центра и торгово-развлекательного центра. Значит, и инфраструктура этих объектов, она будет работать частично как на пассажиров аэропорта, давать дополнительный сервис, да, так и на граждан Хабаровска. То, что вы говорите, да, по отдельным направлениям, наверное, если брать торгово-центр развлекательный, это будет вступать в конкуренцию с действующими бизнесами, которые есть в Хабаровске. Для того, чтобы понимать успешность этого бизнеса, мы здесь тоже используем и наших финансовых партнеров, в том числе ведущих консультантов, которые занимаются разработкой концепции финансовых моделей именно такого бизнеса. Если брать коммерческую зону, то концепцию этой зоны развития, уже финансовая модель, она занималась компания «Россиян». То есть это известный, так сказать, мировой консультант, который разработал для нас концепцию как всей коммерческой зоны, так и каждого объекта в отдельности, где просчитана, так сказать, проведены маркетинговые исследования, просчитана окупаемость, построена финансовая модель и так далее, то, с чем нужно идти к инвесторам. То есть это как раз, получается, здесь реализуются те самые преимущества нахождения аэропорта в территории города? То есть пассажир, он прилетает в аэропорт, если он является транзитным пассажиром или, так сказать, там, конечным, он может получить дополнительный сервис, он может останется в гостинице. Если мы реализуем концепцию строительства выставочного центра, то, естественно, участники, они прилетают в аэропорт, они размещаются в гостинице, и они участвуют в выставочной деятельности. То есть вся деловая активность, она расположена на этой площадке. Здесь создана необходимая инфраструктура, и люди, так сказать, ей пользуются. Возвращаясь к тому, кто будет собственником, Хабаровский аэропорт, его основная задача, конечно, это обслуживание пассажиров и грузов. Поэтому наша основа – это модернизация инфраструктуры, связанная с обслуживанием пассажиров. То, что касается других проектов Air City, коммерческой зоны, наша позиция есть такая. То есть мы привлекаем профильных инвесторов. Допустим, если брать пример по гостинице, которую мы собираемся возводить в аэропорту, мы сейчас проводим тендер на выбор управляющей организации, кто будет управлять этой гостиницей. То есть это мировые бренды гостиничные, такие как Marriott, Holiday Inn и другие. И интерес есть? Интерес есть большой, потому что, в принципе, потенциал в Хабаровске оценивать достаточно высоко, особенно то, что она находится в таком крупном региональном узловом аэропорту. Поэтому они считают, что это бизнес перспективный. Это вот первый такой проект. И так по каждому из проектов мы стараемся подтягивать именно профильных инвесторов. Анатолий Григорьевич, а вот скажите, на Ваш взгляд, насколько этот сам проект в комплексе является социальным, и насколько в этом смысле может всё-таки государство в лице правительства Хабаровского края, не знаю, может быть, в лице муниципальных властей, предоставлять какие-то льготы? Насколько они будут оправданы здесь? Ну, отвечая вот на Ваш вопрос, я хотел бы сначала сказать о объективной необходимости и целесообразности этого проекта. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, вот в прошлом году мы достигли рекордного уровня внешнеторгового оборота Дальнего Востока со странами АТР, 40 миллиардов долларов. Никогда такого не было. Но задача поставлена правительством, значит, довести вот этот уровень внешнеторгового оборота до 100 миллиардов. То есть мы в два с половиной раза до 2020 года должны нарастить объёмы. Это первое. Второе, изменилась модель развития Востока России. От комплекса мы переходим к точечному развитию. Значит, и вот на мой взгляд, этот проект как раз он соответствует и духу, и букве этой новой концепции развития Дальнего Востока. И третье, значит, мы с вами патриоты родного города, значит, знаем, как он динамично развивался в 90-е годы. Значит, все дальневосточники завидовали, значит, этим темпом. Так вот, я думаю, что сегодня вот настало время, значит, готовы люди, готов проект с тем, чтобы Хабаровск получил новый импульс. Значит, этот проект может стать якорным проектом для города и обеспечить новое вот дыхание, что ли ему, как транспортному, логистическому узлу Востока России. Поэтому, отвечая вот на ваш вопрос, я думаю, что здесь заинтересован не только бизнес. Спасибо им. Значит, потому что это коммерческий проект, окупаемый проект, в отличие от тех, которые реализовывались недавно. Государство вкладывало деньги, но отдачи не получало. Поэтому интересы правительства, значит, края, значит, хабаровских властей, значит, здесь, на мой взгляд, конкретной, прямой, значит, и требуют участия для того, чтобы поддержать и продвинуть его реализацию. Евгений Анатольевич, вот сейчас, ну, проект в определенной такой, я не могу назвать, так сказать, финальной стадии разработки, но, тем не менее, он проработан до той стадии, когда можно разговаривать с серьезными, абсолютно такими, зарубежными инвесторами, и они готовы садиться на стол переговоров. Но, как я понимаю, да, начать непосредственную реализацию, то есть, так скажем, копать яму и начинать там строить что-то, нанимать подрядчика, уже можно будет тогда, когда будут точно совершенно договоренности по деньгам. Когда этого можно ожидать, и где пока еще, так сказать, идет зона торможения? — Мы были в Токио буквально в марте месяце, были в январе месяце. С нами встречался один, наверное, из таких ключевых банкиров японских, тогда Шмаэда, когда он посмотрел презентацию, которую сделал Константин, он, как опытный банкир, сразу сказал, «Я понимаю, что за этой работой стоит 2-3 года, и вот этот путь уже пройден». И как банкир, иностранный банкир, он сразу оценил, говорит, «Нам надо еще там от 3 месяцев до полугода, до денег, то есть, чтобы пошло финансирование». Это с японской стороны. Это один пример. То, что касается нас, лимиты открыты, необходимые переговоры проведены, договоренности достигнуты. Есть возможность привлечения других фондов. Вы знаете, что на территории Дальнего Востока сейчас такие институты получают развитие, как фонд Дальнего Востока, фонд развития Дальнего Востока, фонд прямых инвестиций. У всех этих финансовых институтов сегодня есть заинтересованность к сотрудничеству по данному проекту. То есть, инвестиции на проектирование уже сделаны, получается? Проектирование? Да, безусловно. Инвестиции на проектирование сделаны. Это собственные средства акционеров аэропорта. Заключен контракт, был пройден тендер. Мы тоже выбирали среди... То есть, вы уже, фактически, свои риски так понесли? Вы уже вложились сюда? Да, так сказать... Потому что проектирование такой зоны – это очень немалые деньги. Мы уверены в проекте, поэтому мы не считаем, что это риски. Я думаю, сейчас у телезрителей, и в первую очередь предпринимателей, хабаровчан, к нам вопрос. Все-таки хабаровский аэропорт – точка роста для регионального бизнеса? Или это будет проблема для регионального бизнеса? Придут иностранцы, придут международные сети? Ну да, и новая площадь, так сказать, торговая, выставочная, гостиничная. Будет ли возможность для регионального бизнеса? Вот как член Совета директоров в данном случае, я могу сказать, что у хабаровского и вообще дальневосточного бизнеса, здесь регионального бизнеса, появляются возможности. Потому что у меня есть абсолютно конкретное поручение акционеров проводить встречи, изучать потребность наших торговых сетей, наших рестораторов, кто хочет и может реализовывать проекты на территории хабаровского аэропорта-сити. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что этот проект является проектом, аккумулирующим многие предложения и пожелания деловых кругов города Хабаровского и Хабаровского края, которые мечтали о том, чтобы в Хабаровске появился мощный такой выставочный, выставочный, ярмарочный центр. Вот за эту идею борются несколько дальневосточных регионов, пытаясь на своих площадях сформировать вот такой институт. Но если будет несколько дальневосточных регионов, наверное, очевидно, ориентация, в том числе, на азиатско-техенский регион. Да, 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 который выступает с проектом «Золотая миля». Это была идея создать конгрессно-выставочный центр. С такой же идеей работают приморчане, также ориентированный этот центр на Китай. Ну и вот то, что появилась такая идея в Хабаровске, как в центре логистики, я думаю, своевременная и востребованная. Я думаю, Хабаровск может стать таким местом, аэропортом перехвата иностранных инвесторов. То есть, чтобы поехать на территорию опережающего развития, на Магадан, на Якутск, на Камчатку, прилетать-то будут в Хабаровск. И мы здесь можем, в первую очередь, выстраивать контакты с иностранными инвесторами, если у нас будет такой выставочный центр, торговый центр. И дальше они уже будут двигаться на другие территории, но мы этих инвесторов будем знать и видеть. Очень удобно. Смотрите, вот из Токио два часа до Сеула два с половиной часа, Китай рядом. Фактически все те инвесторы, которые хотят работать на территории Дальнего Востока, с очень удобной логистикой добираются до Хабаровска, работают неделю здесь, потом могут вернуться к себе на родину. Туризм, пожалуйста, то же самое может для Хабаровска развиваться. Экологический туризм. Достаточно удобное место для работы с инвесторами становится. Скажите, а вот как все-таки аэропорт, обеспечивающий некий транзит, не будет ли здесь сейчас, так скажем, конкурентом аэропорт, который строится буквально за рекой на китайской стороне? Мы были в этом аэропорту, мы общались с администрацией, мы понимаем концепцию, логику этого аэропорта, он не будет являться конкурентом для Хабаровска. Это аэропорт Хуяне вы имеете, да? Да, да, да. Аэропорт Хуяне, это небольшой региональный аэропорт, который предназначен для, в основном, вывоза жителей приграничных территорий в Харбин или в Пекин. Это функция только внутренняя этого аэропорта. Как функции узлового аэропорта Хабаровска, он не является конкурентом, и у нас абсолютно разное поле, поэтому мы не пересекаемся здесь. Ну, настала пора поговорить о других зонах Аэросити. Я слышал, что там даже бывшая котельная может стать ночным клубом. Ну, на самом деле, это некий такой, не плана, а такая идея возникла использование инфраструктуры старой. Потому что, вы знаете, тенденция в Европе максимально использовать какие-то старые здания, помещения. Поэтому нам, собственно говоря, в процессе приватизации, выкупа отдельных активов, в том числе после банкротства и компании «Долявия», досталось достаточно много старых зданий, которые в текущем режиме не используются в производственном процессе. То есть его либо нужно сносить, использовать эту площадку под новое строительство, либо использовать, как сейчас. Поэтому, если говорить про зону, у нас есть порядка 7-8 зон, по-разному их можно назвать, развитие аэропорта. То, что как раз разработали наши корейские партнеры, концепция Аэросити, опять же, говоря о ней. Первая зона – это зона обслуживания пассажиров. Это основная функциональная деятельность аэропорта. И у нас на первом этапе стоит как раз именно развитие этой зоны. То, что мы сейчас говорим. Мы сейчас в этом году заканчиваем проект и, собственно говоря, должны приступить к строительству нового терминала при вокзальной площади. У нас ситуация такая, что мы должны будем новый вокзальный комплекс вписывать в старую инфраструктуру. То есть у нас по-другому не получается. Потому что перрон, это посадочная полость, распределённая определённым образом, и терминал, исходя из логистики и скорости обслуживания пассажиров, должен быть в определённом месте. Поэтому вот оптимальное место мы выбрали сейчас. Это просто на месте старого терминала. Про комбинетскую зону мы сегодня, кстати, достаточно много уже поговорили. Это вот ещё один, так сказать, такой, такая зона. Следующая зона – это зона обслуживания грузов. Значит, Хабаровск тоже имеет достаточно большой потенциал. Сейчас используется как логистический центр по Дальнему Востоку с точки зрения грузов. И, в принципе, достаточно большой потенциал развития. Поэтому необходимо будет совершенствовать инфраструктуру обработки грузов для того, чтобы создавать новый сервис для грузовых авиакомпаний, для грузов. Вот один из проектов, который мы сейчас обсуждаем, опять же, с японскими инвесторами. И из Почты России компания «Сумитома», японская крупная Почта России, заключили контракт на создание современных сортировочных центров на территории России. Почта России создаёт с помощью технологий, так сказать, и оборудования «Сумитома» на территории России несколько узловых таких сортировочных центров современных – поработки почты, грузов и создания зон электронной коммерции. Потому что там, где, так сказать, всё это сортируется, хранится, там, в общем-то, проще, так сказать, и потом электронно этим трогать. Параллельно, вы знаете, что на территории аэропорта есть два ангарных комплекса. Один большой, другой поменьше. И сейчас мы в рамках тоже мастер-плана и зоны развития у нас предусмотрено создание зоны обслуживания самолётов. И сейчас мы в контакте с авиакомпанией «Аврора» созданной и смотрим эти помещения для того, чтобы создать условия для базировки и для обслуживания самолётов авиакомпанией «Аврора». Поэтому это ещё одна зона развития, связанная со обслуживанием именно воздушных судов, проведение всяких чеков, ремонтов и так далее. Плюс то, что нам корейские партнёры наши предлагают и рекомендуют, исходя из нашего местоположения, и Хабаровской, и нашей зоны, это, так сказать, размещение сборочного производства. То есть, ну, как концепция. Мы не говорим сейчас о конкретном виде бизнеса, а концепция создания сборочного производства именно на прилегающей территории. Потому что здесь тоже очень много вещей совпадает, что именно здесь, как бы, это будет выгодно. Вот, так сказать, если говорить о зонах. Буквально на прошлой неделе я участвовал во встрече с генконсулом Республики Корея, и там кто-то из журналистов как раз задал вопрос по поводу начала реконструкции аэропорта в рамках программы, действующей в рамках проекта. И когда заговорили о точных сроках, что в 2015 году это начнётся, отклонился от ответа генконсул. То есть, показав такую неуверенность, что всё-таки в 2015 году будет дан старт проекту. Ну, наверное, это не задача генконсула, как бы, знать конкретные сроки проекта. У нас в партнёрах корпорации «Анчон», собственно говоря, мы вместе планируем и координируем наши действия. То, что касается наших планов, как бы, да, заложенных мастер-планами по этапам развития, в общем-то, я думаю, что все сроки реальны. Я бы здесь сделал акцент, что наш проект интересен ещё не только для международного бизнеса, хотя он действительно интересен для международного бизнеса, не только для крупных гостиничных сетей, торговых сетей, но и для нашего регионального бизнеса, для наших предпринимателей, которые могут найти свою нишу в этом проекте и быть успешными. – Современный пассажирский самолёт в небе над городом лично я воспринимаю как штрих, дополняющий архитектуру города. Он придаёт городу некую деловитость, индустриальность и подчёркивает его глобальность, его связь со всем миром. Кому-то эта деталь может казаться неважной. Но когда мы задаёмся вопросом, почему наш город должны выделить из других городов России, мира, те люди, которые хотят здесь работать, вести бизнес, просто жить, то в этих случаях штрихи и нюансы более чем важны. А город, на территории которого есть Аэросити, это вообще достаточно уникально для нашей страны. Теперь, когда этот проект есть, и мы, я думаю, наверное, все ответственны за то, чтобы он состоялся. С вами была программа «Форсайт Проект». Встретимся через неделю. С вами была программа «Форсайт Проект».